Добрый день, коллеги! И я сейчас расскажу, что именно ультразвуковая диагностика может себе позволить при первичной диагностике, возможно, при динамике, если невозможно произвести компьютерную томографию, либо позитронно-иммерсионную томографию. Как уже говорили, гемобластозы – это онкогематологические заболевания, представляют собой группу гемоплазизии, возникающей из кровотворной лимфоидной ткани. Суммарная частота, вы видите, достаточно большая – 25-30 случаев на 100 тысяч населения. И про распространенности у взрослых. Она занимает четвертое место после опухоли легких предстательной железы и колоректального рака у мужчин. А у женщин третье место после опухоли молочной железы и колоректального рака. К сожалению, у детей это первое место среди всех опухолей 45-50%. И острый ликоз – это дети от 2 до 5 лет. А злокачественные лимфомы – это уже дети старшего возраста, подростки и молодые люди. Вы видите, как широко представлены морфологические аспекты данной патологии. Это лимфома Хошкинсна, это и диффузные клеточные злокачественные лимфомы, фулькулярные лимфомы и острые и хронические лейкозы. В алгоритм диагностики мы, конечно, первое – это физикальные исследования, лабораторные исследования. Что мы можем, инструментальные исследования при ультразвуковой деятельности. Это периферические лимфатические узлы. Чаще всего заподозревают, если есть где-то увеличение, где-то приплохости, особенно у детей. Мы подозреваем, что есть поражение лимфатического узла и можем сделать ультразвуковое исследование. Также на первичном этапе амбулатором мы проводим ультразвуковое исследование брюшной полости из-за брюшинного пространства. В ходе химиотерапии, конечно, это эхокардиография. И уже по показаниям выполняется узи малого таза, ультразвуковое исследование мошонки у мальчиков, узи щитовидной железы, молочных желез. И в условиях, конечно, наблюдения за такими пациентами, как, например, с острым лейкозом, есть очень много осложнений и условиях ПИТа. Мы уже производим ультразвуковое исследование брюшинных полостей при дозрении, например, на экссудативный плеврит. Все остальные исследования проводятся уже. Это позитронная эмиссионная томография, это комплютная томография грудной и брюшной полости с контрастом. И МРТ головного мозга. В алгоритме лучевой диагностики какие задачи перед нами ставят? Это первичная диагностика и стадирование вообще, оценка эффективности химио-лучевой терапии, динамическое наблюдение и выявление рецидива. Я вас слышу в телефоне. Диагностика обидных состояний и диагностика осложнений. Ультразвуковое исследование, как прописано в Ассоциации онкологов России, может ответить только на ряд вопросов. Это первичное выявление патологии периферических лимфатических узлов. То есть я спокойно, как обычно, шерю экрана и спокойно начинаю периферических лимфатических узлов, но не может использоваться для контроля лечения, но не является стандартом для установления стадии заболевания и оценки эффективности лечения. Все остальные исследования проводятся при наличии показаний. Исследование должно проводиться, конечно, специалистам, имеющим опыт работы в онкологическом стационаре. Поэтому, если вы что-то подозреваете при первичной диагностике, нужно проконсультироваться уже при амбулаторном или онкологическом стационаре, то есть направить в специализированные учреждения. Исследование проводится по стандартной методике, по зиппозициону с использованием различных датчиков с различной частотой. И, как я уже говорила, исследования необходимы и периферические лимфатические узлы оценят внутрибрюшные, забрюшенные лимфоузлы, органы брюшной полости, малого таза и поверхностные органы. Это яички, щитовидная железа и молочная железа. Чувствительность ультразыковой диагностики при явлении злокачественной лифом составляет, если мы можем выявить, медицинальных по передней средостине, если оно визуализуется, 93%, паратальных, паратахиальных 97-98%, если можно выявить, яичников 94%, мошонки уже более высокие 99%, и тело матки, когда есть, это патология 91%. УЗИ диагностики не подходят для распространенных поражений. Это компьютерная диагностика и позиторно-миссионная диагностика. И, конечно, УЗИ невозможно выполнить для оценки образования, расположенные за костными тканями и содержащие воздух тканями. Это легкие. Протокол периферических лимфатических узлов следующие параметры. Размер. Особенно, если мы визуализируем чаще всего на шее. Не длину мы оцениваем, а именно толщину образования, в котором мы выявляем лимфатический узел. И кроме второго фисально-клеточного пространства это составляет где-то около 6 мм. Для 2А это 8 мм. Соотношение длины и коротких оси лимфатического узла, наличие и отсутствие ворот, патологические изменения в корковом слое могут быть уточены линейно-гиперхогенные включения, расширенные фолликулы, это утолщение стенок при отеке. Характер воскулизации тоже оценивается. Это ворота или весь лимфатический узел. И считается, как и по позитронной миссионной томографии, если узел не превышает 1 мм, 10 мм, он считается непораженным, а лимфоузры уже более 1 мм или 2 мм, 10 мм или 20 мм считаются пораженными. Специфическими признаками, которые позволяют заподозрить, это выраженное снижение их агенности кортикального слоя, линейная исчерченность, периферическая воскулизация или усиление воскулизации по всей поверхности кортикального слоя, спаяность, так называемые, лимфоузлы в пакеты или в конгломераты и менее специфичное это увеличение размера, закрупленность контур и отсутствие ворот. Предоставляется, кроме Б-режима и режима ЦДК, конечно, еще и мультипераметрическое исследование. Это если мы включаем в свой диагностический ряд эластографии и лихое контрастирование. Сейчас достаточно много аппаратов экспертного класса, в которых включена контрастированная эластография с двиговой волны, либо это идет симбиоз этих эластографий и оценивается как визуальная качественная оценка, так и по количественной или качественной анализ. Визуальная оценка или качественная анализ мы проводим через шеступенечную систему качественной оценки. Результат компрессионной эластографии по фронаде с автором 2007 года. И, конечно, это и количественный анализ мы проводим исследование, если между патологическим изменением и рядом окружающей ткани, где-то это около для лимфатических узлов полтора-две единицы, если полуколичественный анализ. Контрастно усиленную трузаковую исследованию тоже возможно выполнить. Есть ряд статей, которые выполняются как и первичная диагностика, выполнялась как и оценка эффективности лечения после комплексного лечения и чувствительность визити-специфичность достаточно высока. Для лимфомы характерно это именно гомогенное заполнение и по быстрой контрасте лимфатического узла с выведением достаточно быстрым. И мы видим такое вот по типу звездного неба, то есть именно вспыхивает лимфоидная ткань в фолликуле. Прошу прощения. И хотелось бы вот предоставить одно клиническое наблюдение, в котором ультразвуковая диагностика тоже используется. Мы используем именно для разметки, для экституционной биопсии. Мы выбираем какой-то лимфатический узел. Я уже задала вопрос нашим морфологам, какой именно выбрать лимфатический узел, потому что иногда есть ряд лимфатических узлов, в которых мы видим, что они поражены. И вот мы видим при рецидиве заболевания большое количество лимфатических узлов, различных размеров, различной конфигурации. И выбираем лимфатический узел, который уже имеет нарушение кортикомедулярной дифференцировки со снижением их агенности, вот смещением ворот. Мы видим, что он именно достаточно в повышенной жесткости. И мы его выбираем именно для экституционной биопсии, потому что у этой пациентки была уже пролеченная пациентка по поводу лимфогрануломатоза. Но вот этот есть рецидив заболевания, и нужно выбрать лимфатический узел, чтобы доказать, что есть фактор рецидива. И оценка эффективности химио-лучевой терапии. Достаточно мы говорим, что ультразвуковая диагностика не является золотым стандартом, но мы можем отследить тоже. Вот есть ряд исследований, которые апрель, май и июль, в котором проводилась полихимиотерапия, и мы видим уменьшение размеров лимфатического узла, мы видим снижение воскулизации лимфатического узла, и мы видим, что при первом исследовании достаточно жесткий, потом жесткость повышается, потому что идут изменения фиброзного характера, и уже когда лимфатический узел уменьшается, мы видим, что структура лимфатического узла становится при эластографии мягкой. Дифференциальная диагностика поражения лимфатических узлов, это, конечно, реактивные изменения. Они будут иногда характеризоваться увеличением размера, но остается овальная форма в подчелюстных и подбородочных узлах, возможно, округлая. Ворота могут расширяться центрально или смещены. При B-режиме граница остается четкой, равномерное утолщение до 3 мм, может быть усилен кровоток, но при эластографии они будут достаточно мягкими, и стрейнрейшн, то есть коэффициент жесткости, будет меньше 2. При мистерстатическом поражении немножко другая картина, это тоже нарушение дифференцировки, может быть увеличение размера, могут быть неправильная форма, нечеткость, неровность контура и тоже асимметричное усиление кровотока, характерное, не для лимфома, а именно для метастатического поражения. И, конечно, жесткость будет увеличиваться при эластографии с более высоким коэффициентом жесткости больше 2. Оценка паралекоматизмных органов при гемобластозах мы можем встречать на первичном амбулаторном этапе. Это может быть опухолево поражение, оно достаточно редко, 2,7% случаев. И изменения могут быть в печени почки селезенки, они вариабельны, могут сочетаться с поражением уже измененных лимфатических узлов, может быть изолирована форма, которая более редка. Генерализация процесса, когда идет, это почти 80-90%, именно изменения могут быть именно в брюшной полости. Как я говорила, изолированные опухоли в изменении могут ошибочно принять, что нужно дифференциальный диагноз, а заорганные какие-то опухоли, а опухоли измененные, лимфатические узлы могут быть приняты за метастазы. И поражения при диффузных изменениях могут быть инфекционного характера, какие-то врожденные из патологии, болезни, обмена веществ. И у детей до 1 года манифицирующие множество гемангиомов, паренхематозных органов тоже могут иметь такие же сниженные хогенности очаги. По размеру очаговые опухолевые поражения это мелкие до 3 см от 5, средние очаговые 7-12 см и крупные очаговые 7-12 см и гигантские, больше 12 см. Также отмечены 4 варианта ультозыковой картины поражения паренхематозных органов может быть единичное очаговое изменение, 1 очаг, множественные, диффузные фильтрации органов при ее увеличении и также может прорастание перинодальной инфитрации опухоли от региональных лимфатических узлов рядом располагающих как конгломерат в орган. И при поражении вот есть пример гемобластоза, поражение в почках, это чаще всего диффузная это нефромегалия, это при лимфоме Беркетта бывает, структуродиффузная неоднородная, утолшение паренхемия, хогенность паренхемия снижена, нарушение дифференцировки паренхемия почек и могут быть снижены хогенности гихрогенные очаги и усиление кровотока в данной области. Также мы можем диагностировать прорастание опухоли в региональные узлы, в конгломерат и снижение мы видим на иллюстрированной картинке, что может быть отек и рядом располагающийся мочеточник к этой почке и конечно утолщение стенки и мочевого пузыря, который нужно и отражать в ваших заключениях. И вот клинический случай. Женщина 35 лет, боль в животе, подъем температуры до 38 и на первичном ультразвуковом исследовании выявилось очаговое поражение печени и правой почки. Была направлена к нам в стационар, мы визуализировали сниженные хогенности очаги в правой почке и печени, воскрулизация была только по периферии, но у нас была возможность проведения контрастного ультразвукового исследования, и мы видим заполнение контрастов на первую артериальную фазу и замедленное выведение контрастов уже в посвенозную фазу. И диагностически была выполнена биопсия с печенью, мы видим, с этого очага, и гистология была б-клеточная злокачественная лимфома. И в динамике мы видим после лечения этого узлового образования в почке уже не визуализируется. Поражение яичек при гемобластозе первично крайне редко, чаще всего генерализация тоже спороцирует с увеличением органа, диффузное снижение эхогенности, очаги могут быть снижены эхогенности или гетероэхогенные, чаще всего солидную структуру с нечётким неровным контуром. Могут дифференцироваться сосуды, при эластографии мозаичный нередко мягкий тип и при трансно-усиленном тозоколом исследовании усиление перфузии контраста в зоне очага либо всего органа. Возможно, конечно, применение эластографии, чаще всего эти очаги могут быть мягкой в их ростотипе с не очень высоким коэффициентом жёсткости. И вот пример поражения при элиэкозе пациент 18 лет, мы видим диффузное снижение именно эхогенности яичка с кровотоком по пиферии и уже в процессе лечения мы видим, что уменьшается объём органа и появляются сосуды, которые по периферии, которые уже ещё не было когда было лечения, потому что это был выраженный отёк. Поражение селезёнки и печени пергемолостоза практически такое же, как и у почки, то есть тоже может быть увеличение органа, также сниженные по эхогенности очаги, как в самом органе, то и рядом расположены увеличенные лимфатические узлы, которые и может быть расширение сосудов, кровоток при СДК. Чаще всего поражение мы можем увидеть при ультразовой картине и значительное в брюшной полости, когда мы видим множественные конгромераты лимфатических узлов, спаянные иногда с органами, как печенью, так и поджелудочной железой, селезёнкой, и сложно сказать в диагностике. Конечно же, эти узловые образования нужно направлять на биопсию. Также описаны случаи наблюдения и диагностики первичных индолитных лимфом, то есть поражение кишки. Вводили, вы видите, контраст, стенка кишки усиливалась, контрастирование, и можно было сказать, что есть поражение, но в любом случае нужно пункционную биопсию проводить. В первом случае это очаговое поражение, а во втором просто поражение забрюшенных лимфом, прибылок клеточной лимфомы. Крайне редко поражение первичное щитовидной железы, молочных желез, очаговую и слюнную железу при гемобластозах. Мы видим, что первичные лимфомы составляют на 0,4-0,5 злокачественное образование молочной железы, вторичные тоже редки, практически с такой же процентом заболеваемости. При поверхностных органах шеи тоже щитовидной железе и при слюнных железах тоже очень невысокий процент поражения. Вот пациентку у нас с 17 лет при генерализации процесса мы определяли такие почекистоподобные очаговые образования, которые были выполнены пункционной биопсией и оказалось, что эти очки именно генерализация процесса это была б-клеточная лимфома. Вот пример поражения при именно поражении в щитовидной железе сниженной охогенности узлового образования с высокой воскулизацией мы видим значительных размеров на компьютерном томографии. Может быть при эластографии иметь нередко мягкий тип, как я говорила, второй, третий, потому что лимфома, как мы знаем, нет определенной жесткости. И поэтому, конечно, все виды, у которых очагов мы определяем при даже первичной патологии щитовидной железы, мы видим, что это злокачественное образование, но предположить именно, что эта лимфома не представляется возможным, нужно выполнять пункционную биопсию. И вот пример мы видим при геронизации поражения, мы видим значительных размеров образования, что в щитовидной железе в B-режиме сниженной эхогенности узел, и такие же узловые образования, которые врастают в окролушную железу, сложно сказать, это именно метастатическое поражение, либо это поражение при лимфоме, и интродургулярные узлы тоже были увеличены в окролушной железе, но гистологический диагноз это B-клеточная лимфома. Очень сложно дифференцировать изменения в грудной полости, чаще всего это, конечно, если есть первичное исследование, мы можем выявить именно преливриты при исследовании в условиях реанимации, узловые поражения, лимфатические узлы следостения при подразделении на золокачественную лимфомы и тимуса, это можем определить только при первичной диагностике на оборонторном этапе и заподозрить и направить на другие лечения. Поражение переднего средостения ассоциируется в конгомераты, тимус крайне редкий 16%, чаще всего может быть двухсторонним поражением, но если мы выявляем эти все-таки изменения при первичном исследовании при ультразвуке, мы можем при распространении процесса таком заподозрить светлокачественную лимфому. И несколько случаев, в 17 лет ребенок, боль с грудинной одышкой, подъем температуры, и мы уже видим при исследовании именно в грудной полости выявляется такой значительный размер сниженной эхогенности инфильтрации с нечетким неровным контуром. Лимфатические узлы, которые мы визуализировали на шее, не представляли именно поражения, и они, мы видим, нет кортиконарушенной кортидиорфициальной диагностики. Но было пропонтировано образование средостений, было подозрено поражение тимуста по бриклеточной лимфомии. Мальчик направлен на лечение. И еще один случай, мы видим тоже мальчик, 19 лет, увеличение лимфатических узлов значительных размеров. Мы определяем именно какой лимфатический узел надо взять на биопсию нашим методом. И также видим, что, спускаясь чуть ниже, что есть конгомерат лимфатических узлов, и мы его описываем, и проводится уже более детальное исследование при ПЭТКТ. Это тоже было поражение по бриклеточной лимфоме. И в заключение хотелось бы сказать, что ультразаковая диагностика широко используется, конечно, в онкологической практике только на первичной диагностике при поражении при подозрении на поражение при гемобластозах на амбулаторном этапе. Но можно, конечно, применение этой методики в стационаре, если мы не хотим облучения ребенка, например, на более промежуточном этапе динамики лечения. Возможность неоднократных исследований при комбинированном лечении и достижения ремиссии, чтобы уменьшить лучшую нагрузку. Но исследования поверхностных органов, если это регламентируется, то есть вы заподозрили на поражение, например, молочной железы или яича, конечно, ультразвуковое исследование, это метод выбора. И я хотела бы поблагодарить своего наставника, сейчас у нас год именно наставничества, Игоря Ивановича Семенова, который, в принципе, всю жизнь уделил диагностике, как вы видите, по диссертации в 1977-1990 году были посвящены именно лимфограммоматозу и Нихожскевским лимфомам, и на моя диссертация тоже была защищена в этом центре, тоже была посвящена лимфограммоматозу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...